Друзья, всем привет! Сегодня немного поговорим о выращивании огурцов в бочке. В чем различие, или, скажем, принципиальное различие выращивания огурцов между, скажем, в грунте или в теплице? Как бы эти способы все разные, и у каждого способа есть свое преимущество. Ну, например, то, что вы сажаете в теплице, там, понятное дело, всегда теплее, и шансов вырастить больше. На улице, как известно, все мы зависим от климатических условий. То есть, если будет на улице холодно, ну, соответственно, у вас и расти особо ничего не будет. Как правило, на обычную 200-литровую бочку я сажаю где-то порядка, ну, трех, может быть, четырех растений. Сажаю я сюда обычные гибридные сорта, то есть, ничего особенного. В этом году посадил три сорта любимчик, и хочу показать на сегодняшний момент, какие у меня уже эти растения. Ну, и далее расскажу, что я сюда вносил в эту бочку, и как часто я поливаю, какие удобрения и так далее. Итак, как вы можете видеть, здесь на данный момент у меня сидит три растения. Ничего сверхъестественного, то есть, выращиваю также обычным способом, они чуть-чуть подрастут, потом перевесятся через бочку. Надеюсь, что лето будет жарким, хорошим, надеюсь. И, в общем-то, буду получать огурцы. На данный момент я их, бочку, насыпал наполовину. Здесь у меня находится грунт, верхний слой, нижние слои – это перегной, коровий навоз двухлетний. Ну, и снизу там какие-то ветки и так далее, смешанные, в общем-то, с грунтом. Как видите, они хорошо насыщены зеленого цвета, то есть, листочки все здоровые, растениям здесь достаточно комфортно. Внизу бочки обязательно у меня просверленные отверстия, потому как стоит на улице, и, скажем, когда идет дождь или ливень, чтобы вода вытекала и не скапливалась. Иначе просто земля у вас постоянно будет мокрая, и растение начнет гнить, точнее, корневая система, ну и растение погибнет, чего бы, в общем-то, не хотелось. Вносить из-под кормки я сюда ничего не буду, потому как, еще раз повторюсь, здесь у меня перегной заложен, его хватит более чем на все лето. На ночь, если температура там меньше 10 градусов или 11, я накрываю пакетом, то есть, обычным целлофаном сверху, вот на эту палку. И таким, в общем-то, образом они у меня растут, то есть, что-то такого сверхъестественного здесь нет. Больше сажать смысла я не вижу, потому как, ну, они просто забьют друг друга. Понятно, что корма хватит, то есть, 4 это максимум, ну, а по факту, вот, где-то 3 это, наверное, в среднем то количество, которое, в общем-то, достаточно на бочку. Так что, надеюсь, до конца лета и, в общем-то, с них тоже собрать. Если у кого какие-то есть идеи, какие-то варианты, что-то хотите подсказать, с удовольствием подсказывайте. Тоже готов применять в выращивании огурцов какие-то, может быть, новшества, о которых я еще не знаю. С удовольствием выслушаю и с удовольствием начну применять. Поливаю я их по, еще раз повторюсь, по мере высыхания земли, то есть, если идут дожди, я их не поливаю, потому что здесь земля выветривается чуть сложнее, чем просто, скажем, в грядках, так как, скажем, по окружности огурцы закрыты, но при всем при этом они закрыты от ветра и чувствуют себя, как видите, очень даже неплохо. Ну, вот такие вот хорошие растения. То есть, вот эти пасынки до пятого листа, их, конечно же, желательно все срывать, потому как они здесь не нужны. Вот эти вот пасынки, которые нарастают, их смело просто обрываете. Также и с этой стороны. То есть, на данный момент вам важно, чтобы растение как можно быстрее набралось силу, вот эти все огурцы, их отсюда снимаете, они забирают силу. И вот эти вот семидольные листочки, их тоже можно, в общем-то, отрезать, они тоже здесь не нужны. Ну, сейчас я не буду, я вам просто говорю о том, что попозже я их тоже срежу. Так что, вот такие вот хорошие растения. В принципе, если остались у вас вопросы, готов на них ответить, задавайте их в комментариях. Ну, а те, кто только пришел, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, продолжение следует.